Привет, уважаемые участники курса обойный андроид. С вами снова Семен. Итак, сегодня у нас немножко меняется формат. Будет много очень разных, небольших, не сильно сложных, но в то же время очень нужных и важных тем. Этакая андроид попури получается. Ну, в общем, учусь и я в том числе выступать для себя в новом формате. Список тем действительно очень разный, но, ребят, скучно точно не будет. Итак, приступаем. Начнем мы с настройки дистанционного уничтожения данных на вашем смартфоне. Зачем это нужно? Ну, ребят, это просто гигиена. Все, наверное, понимают, что это нужно, если устройство утрачено, но ушло из наших рук. Ну, помните такой старый анекдот? Как понять, что ваш ребенок вырос? Ну, вот, если ваш ребенок идет в резиновых сапогах, а навстречу ему большая лужа, и он с криком «Ой!» не прыгает туда двумя ногами, то, наверное, он вырос. Ну, и также в жизни каждого айтишника, наверное, наступает момент, когда ценность данных, хранящихся на устройстве, начинает превышать и потом превышать в разы ценность самого гаджета. Наверное, это тоже можно назвать этаким этапом взросления. И, соответственно, тот, кто взрослый, тот оценивает разные варианты, в том числе и те варианты, когда устройство покинет ваши руки. Для этого нам нужно иметь возможность заранее стереть с него данные. Итак, реализовать это можно многими разными способами. Мы коротко разберем некоторые из них. Вот, самый простой и понятный в Google. Нагугливаем «Найти телефон Google» и выбираем «Поиск телефона Google». Здесь мы видим наш Google аккаунт и, соответственно, что у него подключено, какие телефоны подключены на данный аккаунт. Ну, здесь вот у меня написано Google Pixel 6 Pro, который 10 минут назад был в сети. Вот, но пикселей, конечно, у меня нет. Это просто перешитый на Гербфеста по Кэкстри ПРО. Здесь сейчас происходит определение его на карте. Оно достаточно точное. И вот здесь в менюшке есть «Очистить устройство». Кому лень лазить через большой компьютер в браузере открывать такие вещи, есть гугловское приложение в маркете, оно так и называется «Найти устройство». Вот, здесь можно прозвонить, то есть он зазвонит, даже если стоит на обеззвучке. Здесь кнопка «Заблокировать» и кнопка «Очистить». Разумеется, это мгновенно, если ваше устройство выключено, не сработает. Но если его включают, хотя бы просто пытаются загрузить до стартового экрана ввода пароля на холодную, в этот момент он подхватывает интернет, подхватывает команду и происходит вайп данных. Разумеется, чтобы это счастье работало, вы должны заходить в тот же самый аккаунт в браузере или в приложении, который добавлен в тот телефон, который вы собираетесь найти и заблокировать. И в самом телефоне, в настройках мы видим «Найти устройство», здесь должна стоять галочка, что оно включено. Иначе этот фокус не сработает. На самом деле защиты от данных в этом способе не так много, потому что если человек сильно нацелен эти данные у вас украсть, то он будет действовать немножко по-другому, не загружая телефоны, не позволяя ему принять команду, которая их сотрет. Если он его и загрузит, он не будет ему давать возможность подключиться к интернету. Примерно так это выглядит. Хотя фишка прикольная. Во многих случаях она помогала даже находить телефоны. Помню, одна знакомая девочка, она даже со мной ездила в сервис. Сервис находился в частном секторе автомобильной. И, садясь в машину, она выронила телефон. Мы потом его долго в снегу искали, но, разумеется, не нашли. У меня тогда даже не было устройства с собой поискать никакого. В общем, плюнули и уехали. Было темно, зима, ночь, вечер. Через пару дней она ко мне приходит, а давай телефон поищем. Ну, я открываю элементарную гуглоискалку. Вижу телефон. Вижу, что он подключен к сети. Какой-то там номер школы уже не помню. В общем, далее было дело техники его найти. Вот. Ребенок подобрал. Ну, и кроме того, что, допустим, тоже такая ситуация. Моя дочка, когда была еще маленькой, у нее был первый телефон. Она поставила его на беззвучку и засунула его куда-то под диван. Ну, гугл поиск в данном случае очень легко позволил включить ему голосовой сигнал, и телефон был успешно найден. Итак, из плюсов данного способа он есть везде, где есть гугл. Работает просто. Ну, иногда помогает. Но из минусов. Это его достаточно легко обойти. Есть дыры в безопасности и по отвязке гугла аккаунта, и в случае, если человек получает пароль от ваших данных какими-то методами, и он может, соответственно, эти данные поиметь. То есть, защита не гарантируется. Но, тем не менее, это лучше, чем ничего. Вот. Следующая тема – это вендорская. Что такое вендорская? Это то, что производители телефонов, например, Xiaomi, делают для своих то же самое делают Huawei, то же самое делают Samsung. В общем, вендорская тема, она поинтереснее чем? Тем, что она еще работает через железо. То есть, когда мы добавляем, допустим, Mi аккаунт на телефон, он привязывается к серийному номеру процессора, к другим параметрам материнки. Разумеется, никто этого полностью никогда не раскроет, потому что это… Рассказать, как это дело взламывать. Вот. И вендорская тема работает чуть поинтереснее. Сейчас я вам покажу, как это может происходить. Сейчас я вам покажу, как это может происходить с Xiaomi. Идем на сайт i.mi.com. Вот он у меня есть в истории. Я туда уже логинился, чтобы не терять вам видео времени на ролик. Вот у меня тут все данные есть. Логинимся. И видим вот здесь вот такую вещь. Это Xiaomi Cloud интерфейс. Что он хранит? Видим мы здесь вещь, что он хранит у нас разные телефоны, к которым подключены данные аккаунты. И здесь, в принципе, есть те же кнопочки, что в Гугле. Звук, режим утери и стереть данные. Но тут смотрите, в чем прикол. Наш Mi Account, как я говорил, он привязывается на железо. Если мы активируем кнопочку стереть данные или режим утери для поиска, то это устройство, даже если оно было сброшено, отвязано от Mi Account каким-то неофициальным способом. Бывают и такие вещи можно сделать. Но оно подгружает режим утери. И при том условии, что в устройстве установлены Mi сервисы и любая из Mi Live прошивок, она блокируется. Обойти это можно только на разблокированном загрузчике, установив стороннюю прошивку без Mi сервисов. Но на Mi сервисах, если загрузчик заблокирован, режим утери дает, в принципе, абсолютную защиту. Потому что если отвязать от Mi Account через неофициальные способы можно, то телефоны, которые вот таким способом объявлены утерянными, вендор Xiaomi разблокировать не дает или стоит это безумно дорого с тем, кто имеет доступ к этой базе. В общем, защита работает на заблокированном загрузчике очень адекватно. Ну и, соответственно, по стиранию данных то же самое, что плюсом, кроме того, что у нас есть возможность быть привязанным к конкретному аккаунту, у нас есть еще возможность привязанным быть к железу. И, соответственно, когда железо, объявленное утерянным, получает команду на стирание данных, она прилетает не только на аккаунт, который добавлен в конкретное устройство, она прилетает на некие параметры железа. И таким образом мы можем быть более уверены, что данные будут стерты. Таким образом, вендорская тема понадежнее с поисками устройств, но это все равно не полностью контролируется вами, это контролируется на стороне производителя телефонов и его клауда. Очень похожий интерфейс, на самом деле, в Huawei и смысл тот же самый. И в Samsung примерно та же самая вещь происходит. Ну и таким образом подвожу итог. По вендорской теме, она при условии заблокированного загрузчика дает хорошую защиту, которой не следует пренебрегать. Если загрузчик заблокирован и объявлен телефон материном, в таких случаях мастера просто не связываются с подобными телефонами и материнки разбирают на запчасти. Ну, чтобы вы знали. Ну еще, друзья, такой момент. Надеюсь, всем абсолютно очевидно, что на Google аккаунтах, на вендорских аккаунтах нужно ставить двухфакторную авторизацию, потому что если уведут, то все усилия даром. А сейчас мы переходим к следующему типу реализации. Это через сторонние приложения. Такие, например, как Касперский антивирус, Аваста антивирус, Доктор Веп антивирус, Комода антивирус. Ну, список можно продолжать достаточно долго. Плюс-минус функционал там один. Давайте покажу, как это работает, например, на окне Каспера. Кстати, да, он у меня купленный. Да, я им пользуюсь. Может кто-то меня будет забрасывать тухлыми тапками. Но вопрос в том, что я его куплял на eBay за 10 баксов пачку на год. То есть 10 баксов за 10 устройств. Я считаю, вот это адекватная цена для такого антивируса. Правда, он активируется только через специальный английский VPN. На другую страну, к сожалению, мой ключик не распространяется, но это не является проблемой. Вот, смотрите, здесь у меня открыт интерфейс, веб-интерфейс управления Касперским антивирусом. И вы видите, вот устройство. Меня вот интересует одно из моих устройств, которое как раз является Poco X3. Вот, что он предлагает мне сделать. Предлагает он мне сделать блокирование поиск, тайное фото, сирена, удаление данных. Также может удалить данные. Из минусов Каспера любое из вот этих действий, даже если я тайное фото выберу, он заблокирует, он в любом случае заблокирует устройство, и до ввода пароля оно будет заблокировано. Какое же фото-то тайное? Это, по-моему, вламывание, открывая дверь с ноги, с криком, что, суки, не ждали. Ну, тайности никакой. Но, тем не менее, приложение поддерживает функционал с защитой от удаления. Конечно, при разблокированном загрузчике эта защита она не будет полностью отрабатывать, но защита от двока, по крайней мере, очень серьезная там есть. Переходим к Авасту. Тоже покажу. Аваст у меня не купленный. Стоит просто Freeware версия. Ну, также вот здесь вот есть это устройство. Тоже предлагает найти, отметить утерянным, сирены заблокировать. Есть команда отправить, стереть все. Так или иначе, функционал этих приложений, кроме того, что позволяет блокировать, искать, он еще, ну, вроде бы ищет вирусы. Сейчас покажу, как это устанавливается. Немножко надо переключить экраны. Вот он у меня, Аваст антивирус. Он посканировал. Очень много ложных срабатываний. Фактически любые приложения, которые даже сам я Lucky Patcher патчел, он выводит в вредоносные программы. Ну, не знаю. Возможно, там что-то, конечно, и было. В тех случаях, где я брал с FOPDA, например, вот как программу Drup. Но заранее сказать не могу. Надо разбираться. Это время, которого, к сожалению, не хватает. Итак, едем. Нас интересует антивор. Вот видите, антифифт. Он предлагает его настроить. Сейчас немножко покажу про разрешение, которое данное приложение захочет запросить. Он запрашивает разрешение для отображения поверх приложений. Но это ему нужно, чтобы блокировка работала. Если он не будет своим окном перебивать ваш экран, то, соответственно, он не сможет быть заблокированным. И он просится добавить администратора устройства. Да, это минус. Мы добавляем дополнительного администратора устройства, что, в принципе, тоже является здоровьем безопасности. В том случае, если ваш аккаунт антивирусный к веб-интерфейсу угонят пароль, администратор этого устройства просто вот такой туннель огромный к вашему телефону. Словомышленники могут воспользоваться очень легко. Также он просит разрешение к данным об истории использования. И изменение системных настроек. Но это, так сказать, стандартный набор для любого приложения, которое настраивается в тот момент, что оно будет обладать функционалом защиты вашего телефона в качестве антивора. подключаем его к авасту. К тому, который я показывал вам. Задаем графический ключ. И активировать антивора. Там охлопился по телу. Вот. Теперь у нас... Он вымогает деньги за некоторые дополнительные функции по антивору. Например, на блокировку после 8 попыток неудачного ввода пароля. Ну, как бы это не наш случай. Платить, разумеется, мы ничего не собираемся. Ну, вот административные устройства у нас включены. Здесь видно. И, соответственно, после вот таких вот манипуляций в ваше устройство, оно появляется в веб-интерфейсе, как то устройство, с которого можно дистанционно стереть данные или дистанционно заблокировать. Так что он будет показывать сообщение. Верни меня, владельцу. Телефон такой-такой. Мать твою, Ростак. Ну, примерно вот такой функционал у сторонних приложений. Как я говорил, их на самом деле достаточно много. Причем достаточно много доверенных. Есть такие же, как CM антивирус. Он тоже позволяет делать. Ну, если там по маркетам, по шарице, по Android, по Google Play, то еще можно много найти подобного софта. Но это, скорее всего, варианты не про хакерские, а про варианты истории про продвинутых пользователей, которые этим всем пользуются. Вот сейчас еще покажу вам, как выглядит Каспер. Каспер у меня тоже заблокирован. Вот, смотрите. Здесь также страница по потере устройства. Выданы все те же разрешения, которые спрашивал Avast. Он предлагает блокировать на эти устройства. Ну, включить вот эти вот все функции. Удалить данные. Устройство включить сейчас. И вот здесь вот еще есть защита от удаления. Как я говорил, на заблокированном загрузчике это не является панацеей, но вот в рамках вот этой вот прошивки, оно достаточно серьезное. Я подводим итоги по сторонним приложениям. Плюсы. Это расширенный функционал по поимке вирусов, очистке от мусора, блокировке отдельных приложений, защите от детей, фото, прослушка у некоторых есть. Но по защите от детей, кстати, никогда не парьтесь с Family Link. Лучше использовать вот эти вот решения. Вот. А про минусы. Мы вынуждены вводить дополнительного администратора устройства, то, что является дырой в безопасности. Полный функционал, к сожалению, стоит денег, но антивор почти на всех фуфри работают бесплатно. Ресурсы. Ресурсы эти приложения потребляют, и аккумулятор подъедают, и система подгружает. Их толком нельзя спрятать. Ну и плюсом, реклама, предложение купить, предложение, дополнительные приложения данного производителя скачать. Ну, в общем, оно такое себе. Но каждый решает сам, пользовать, не пользовать. Вот. Ну, еще раз, это решение, скорее, для продвинутых пользователей, но которыми мы также можем пользоваться, никто же не запрещает. Теперь еще один вариант истории про продвинутого пользователя. Положение Airdroid. Его можно взять на Play Market. Вообще, полностью, конечно, оно открывается для рутованных телефонов. Но, ребята, чем заслужили прям мой респект, они сумели сделать фактически такой же функционал для телефонов без рута, который вы сейчас увидите. По идее, это программа, которая позволяет организовать удаленный доступ с компьютера на ваш телефон и удаленное им управление, в том числе и файловой системой. Данный расклад тоже может быть использован для удаления, дистанционного удаления данных, причем даже выборочного. Вот, смотрите. Приложение, оно на маркете. Сейчас я сверну. Телефон я даже могу погасить экран. И вы видите. Вот мое устройство. Вот его файловая система. Я могу ходить по папкам и видеть все, что мне нужно. Пожалуйста. Котики. Ну, как полагается. Более того, я могу удаленно получать доступ к камере, использовать ноут как клавиатуру для набора в телефоне, подсматривать в экран телефона и даже удаленно управлять. Вот, смотрите. Телефон был выключен. Сейчас происходит его активация. Пожалуйста. Но разблокировать он, к сожалению, мне не дает. Ну, не дал. Вот. Все прекрасно работает. Даже с выключенного телефона, зная пароль, я могу подрубиться и сделать фактически все, что угодно. Прочитать уведомления, прочитать эсэмэски. Но это если на телефоне разрешить приложению доступ к эсэмэскам, то он будет читать. Также я имею доступ к журналу звонков и к контактам. Это тоже вариант, скажу я вам, продвинутого пользователя. Программа чем заслуживает внимания? Это тем, что можно почти такой же функционал получить на нерутованных телефонах. Ребята в этом плане просто молодцы. Вот. Но на полностью рутованном телефоне у нас появляется полный функционал, который фактически будет данный телефон, да блин, промахиваюсь. Пробуждает наш телефон из спящего состояния. И может это делать тайно и подглядывать за экраном тайно. Что является, ну прям, блин, обновление. Странно. Причем вчера буквально у меня это работало в функции бесплатной версии. А сейчас оно уже пошло в том, что просит за это дело денежку. Ну я кстати понял, почему у него на бесплатной версии 200 мегабайт трафика в день через вот это вот хозяйство, оно бесплатное. Дальше, если вы хотите пользоваться данной прогой, то он предлагает купить платную версию. Поэтому я просто прикончил свои 200 мегабайт. Но, к слову, удаленная камера на FreeWare версии работает у них. Просто 200 мегабайт в день, а трафик достаточно быстро сжирается, потому что это все-таки видеопоток. Вот. Но, в целом, ворога очень сильно заслуживает внимания. И так, друзья, про варианты для продвинутых пользователей мы поговорили. А теперь та штучка, ради которой, наверное, и затевался данный ролик. Но вы же к нам на курсы пришли не для того, чтобы вас учили продвинутыми пользователями быть. В общем, вариант отличный, только придется немножко подзамолочиться. Вот. Вариант этот, как и все самое лучшее и самое вкусное, требует умения пользоваться линуксом, командной строкой и терминала. Ничего криминально сложного там нет. Просто достаточно долго в рамках этого видео я, наверное, не смогу показать процесс установки. Возможно, придется когда-нибудь сделать отдельный курс, в котором мы будем рассматривать вот эту штуку. Вот. Сейчас я вам про нее просто очень подробно расскажу. В общем, эта программа, являющаяся полностью с открытым исходным кодом. Она выложена на GitHub. Она подразумевает клиент-серверную часть, где она устанавливается на VPS-сервер, с которого происходит управление вашими Android-устройствами. VPS-сервер, кстати, придется все равно брать для VPN, поэтому он же может быть использован. Ну, VPN поднимать так или иначе мы свой будем, потому что для жителей RF вообще, по-моему, вариантов скоро не останется. Если вкратце, то, о чем мы сейчас говорим, это похожее решение очень на Android. Но это то решение, которым вы полностью управляете сами от и до плюс с открытым исходным кодом. И плюс это решение умеет намного больше. Вот посмотрите, пожалуйста, что он может. Регистрацию с GPS, запись с микрофона, рассматривание контактов, журналы SMS, править SMS, журналы вызовов. И вот прям по списку все он может. И самое классное, что он может быть скрыт и делать все вот это вот абсолютно незаметным образом. Работает это по схеме с Linux-машины. Вы на VPS-сервере настраиваете сервер, который обслуживает вот эту вот программу, обеспечивает управление на удаленное Android-устройство. Причем там нет никакого ограничения по количеству устройств, по трафику. Как в Airdroid вы видели 200 мегабайт трафика бесплатно в день, а дальше до свидания. Поэтому данная штука может быть использована для корпоративных каких-то решений. Ну, по согласованию с сотрудниками, если быть этичными. Ну, также подходит и для шпионажа, кибердетективов. Ну, здесь следует понимать, что если вы делаете такие вещи тайные, то это незаконно. Ну, в деятельности детектива не всегда и все законно, поэтому дальше мы помолчим. Ну, а про шпионов можно вообще просто тупо молчать. После того, как поднят сервер, как на Linux настроено управление данной штукой, это может сама программа нагенерить APK-файлы для установки на телефоны, в которых уже будут вшиты параметры вашего сервера. Шикарно, не правда ли? Давайте сейчас немножко рассмотрим моменты, как это делается. Вот здесь очень подробно, правда, на английском языке расписано, что нужно установить, как это установить. Делается, как я говорил, все на Linux. И вот здесь вот еще есть на GitHub ссылочки, как устанавливать и как настраивать. Вот ссылки во все дамы, поэтому удачной охоты, друзья. На этом первый этап нашего папури завершен. Очень скоро встретимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok